бог отец кто в твоей жизни мир вам сестры братья приветствую вас на блоге виктора буслова познания у нас у каждого есть родители мама и папа давайте сейчас вспомним их как они нас воспитывали были строгими ласковыми и их любовь когда они проявляли свою любовь даже когда мы не заслуживали провинились они принимались нас такими какие мы есть не помогали нам а бог отец кто в вашей жизни вспомните вашего отца он был строгий если да поставьте лайк помните когда он вас учил наказывал наставлял и вы его принимали как своего родного отца он был ваш отец папа иисус христос нас познакомил ближе с богом он нам открыл бога как нашего небесного отца тот кто дал нам жизнь и он наш отец папа мы много говорим и будем говорить о боге иисусе христе и духе святом на нашем канале следите подписывайтесь на канал чтобы всегда быть в этом увлекательном путешествие бог отец кто в твоей жизни матфея 6 глава 6 стих когда господь учил своих учеников молиться он учил бога называть отцом что мы и делаем по прошествии двух тысяч лет откроем евангелие от матфея 6 главу стихи 6 по 10 ты же когда молишься войди в комнату твою и затворив дверь твою помолись отцу твоему который в тайне и отец твой видящий тайное воздаст тебе явно омолясь не говорите лишнего как язычники ибо они думают что многословия своем будут услышаны не уподобляйтесь им ибо отец знает ваш в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у него молитесь же так очень наш сущий на небесах да святится имя твое да придет царствие твое да будет воля твоя на земле как на небе это евангелие от матфея 6 глава стих 6 по 10 и по прошествии веков он также остался нашим отцом живущим на небесах господь открыл нам не только имя бога как отец он дал нам и взаимоотношения как отца к детям друзья бог не только имя и слово бог это дело благодать это как монета где есть орел и решка эти две стороны составляют ценность монеты если нет одной из сторон то это не монета бог отец это не просто имя это также и дело а действует бог отец дал нам по христе иисусе истину и благодать его слово и действие личные взаимоотношения с отцом в первую очередь бог дал нам благодать в том что дал нам спасение во христе иисусе по милости своей нами незаслуженную это для всего человечества и лично кто принимает вера и жертву иисуса христа и его воскресение вспомним нашего земного отца он для нас особым он к нам относился особо не так как ко всем остальным и мы к нему относились особенно у нас были взаимоотношения которые могли нас отделить от всех остальных так ведь но эти взаимоотношения были личными ваш отец земной лично вам покупал мороженое конфеты он лично вас защищал от соседских хулиганов если такое было в вашей жизни поставьте лайк под записью чтобы и мы знали о вашем отце так и небесный отец он также лично лично у вас лично вашей жизни также действует так что это отличает от всех остальных и это слово благодать его рука его благодать на вас бог отец любит нас каждого лично когда мы пришли к богу нашей жизни начали действовать бог отец сын и дух святой посмотрим сегодня как проявляет действует именно бог отец небесный у нас в жизнях и чем он отличается от действия иисуса христа и духа святого зачем друзья нам очень важно видеть и знать именно бога отца именно как он действует с любовью нам очень важно видеть и знать что бог отец любит нас каждого лично когда у нас есть взаимоотношения с богом то в нашей жизни никогда не возникнут вопросы бог ты покинул меня может я согрешил пред тобой и искать и искать грех себе когда мы видим божью любовь в своем каждом дне у нас не будет чувства виновности пред богом и жизнь складывается совсем иначе и вам не нужно будет верить в бога а вы будете знать что бог есть и он живой будет легче свидетельствовать потому что будете рассказывать не перес не пересказанные истории из жизни верующих а расскажите свои личные примеры руки любви бога с вами был у меня такой случай брат который говорил что он любит своих ближних братьев сестер тем что он постоянно им дает деньги говорил этого хватает говорил что его любовь это деньги в церковь окружающим и нищим бог продлевает жизнь сестры братья любовь благодать божья к нам излилась только в деньгах сколько среди нас богатых а остальные что они имеют благодать божью неужели отец небесный его любовь выражается только в деньгах если смотреть в жизни то это не так наоборот отец небесный нам дает благодать и это в основном случае из жизни но и здоровье жизнь не купишь а сколько случаев смертельно больных людей которые живут до сих пор бог продлевает жизнь братья сестры бог излил свою любовь не только на финансы это касается всех сфер нашей жизни конечно и здоровье защите семье служение и многое другое когда человек видит дела руку божью в своей личной жизни он видит божью любовь каждом дне на всей своей жизни во всех сферах каждый день вспоминает не собственные грехи а любовь бога отца проявлена лично в его судьбе этот человек наполняется любовью божией и может также передать ее другим конечно же это не только деньги сначала наполнился от него потом передаем другим именно так мы учимся любить ближних братьев и сестер аминь иисус христос сегодня посмотрим немного детальнее как отец небесный действует у нас сейчас посмотрим чтобы различать действия бога отца иисуса христа и духа святого сегодня в современном мире иисус христос сегодня в нашем материальном мире это его церковь хоть господь сейчас по правую руку отца на небесах его церковь продолжает дело и служение господа на земле церковь то что делается через церковь и это все рука иисуса христа если мы члены церкви значит мы члены тела христова на земле иисус христос взял на себя наши болезни немощи беззаконие наказание проклятие то что может прийти в вашу жизнь извне и погубить вас он пострадал вместо вас на кресте он взял на себя все плохое что может прийти в вашу жизнь например известный ковид этой болезни раньше не было придет время и не будет то есть это приходящее извне кто сказал что человек не может умереть от ковида может но иисус христос взял на себя вашу болезнь ковид и вместо вас умер на кресте чтобы вы были здоровы но он воскрес на третий день и вас воскресил вместе с собою и теперь не вы живете а господь живет внутри вас также это касается и смерти на войне нищеты проклятий наказания за грех и всего того что может убить погубить жизнь человека и нас с вами дела иисуса христа видно во первых через его церковь во вторых его смерть на кресте и воскресение вместо нас дух святой сегодня дело духа святого в современном мире сегодняшнем во первых он сейчас здесь на земле со всем человечеством и он рассказывает всем о грехе правде и о суде он в первую очередь дает всем без исключения возможность спастись во вторых он присутствует лично в жизни быту верующего и в верующим он присутствует в нас освещает нас ведет нас за руку свидетельствует нам и окружающим в третьих он в церкви все исцеления освобождения чудеса знамения пророчества толкование слова божьего откровения это все рука духа святого да это делают служителя но это делается духом святым как это делал и наш господь бог отец сегодня благодать бог отец в нашей жизни его рука это благодать в каждом дне мне всякого сомнения благодать проявляется в отношении к нам окружающих поступком к нам окружающих изменение обстоятельств к нам в лучшую сторону благодать бога отца отличается во первых она не заслужена во вторых она всегда избыточна сверх того что мы заслужили например мы нуждаемся в операции и нам назначили дежурного врача но момент операции к нам приходит лучший хирург взамен нашего провести операцию с обычным врачом это нормально и как жители государства мы этого заслуживаем но отец небесный думает иначе он убирает нашего врача и дает нам лучшего какого он считает нужным лучше для нас как будто а это и так и есть бог говорит я хочу чтобы тебе операцию делал лучший врач это его отношение к своим детям этим он показывает свое расположение и отношение лично к вам дух святой говорит конечно же в это время вам обязательно дух святой скажет что это бог будет внутренняя уверенность и придет мысль это бог во всяком случае когда будет возможность помолитесь и скажите спасибо тебе отец небесный за этого врача и за твою любовь во имя иисуса христа аминь вне всякого сомнения такие случаи божьей благодати могут быть везде и всегда и больше того я уверен что дух святой неоднократно говорил вам такие слова просто вспомните это любовь бога отца если у вас был такой случай поставьте лайк чтобы мы порадовались вместе с вами друзья всегда реагируйте на случай божьей благодати вашей жизни скажите спасибо богу отцу и конечно можете засвидетельствовать о божьей любви для других назидание наполняйтесь вспоминайте почаще дела бога вашей жизни ваша любовь и вера будет возрастать наполнитесь настолько что будет переизбытки и эту любовь вы будете отдавать другим станете сами источником божьей любви благодати о которой говорил и господь есть еще конечно и благодать на спасение служение в семье детях так много проявлений руки бога но это другая история и мы об этом обязательно говорим следующих подкастах подписывайтесь чтобы всегда быть с нами в этом увлекательном путешествии познания бога отца с вашего позволения сегодня я заканчиваю если вам понравилась запись или вы получили слово откровения от духа святого в таком случае поставьте лайк подписывайтесь делитесь и передавайте привет братьям и сестрам аминь